Цветочные клумбы и мусорные ямы. У каждого фонтана в Кирове своя участь. Тем не менее, с годами таких архитектурных объектов в городе становится все меньше. Почему фонтаны в городе исчезают? В проблеме разбиралась Елизавета Халикова. Фонтан на театральной площади. Один из символов Кирова. Он появился в центре города еще в середине прошлого века и до сих пор. Благодаря ему этот сквер остается одним из самых посещаемых в Кирове. Неудивительно, фонтан муниципальный и деньги на его содержание выделяются из городского бюджета. В этом году, например, почти полмиллиона рублей. Но так повезло только источнику на театральной площади. Многими любимая группа фонтанов в Парке Победы в этом году превратилась в клумбу. Свои действия городские власти объяснили просто. Восстановлению этот архитектурный объект не подлежал. Поэтому и тратить деньги на его восстановление не было смысла. И к такому стечению обстоятельств кировчане отнеслись благосклонно. Говорят, лучше обустроенная клумба, чем запущенный фонтан. Мне все равно. Я была бы не против, если честно, чтобы был фонтан. То, чтобы был какой фонтан, так лучше пусть будет клумба. Там от фонтана-то было одно название. В последнее время он практически не работал. Летом даже. Удивилась, когда увидел, что нет фонтана. Можно было фонтан оставить. А вот с фонтаном на Филейке другая история. Сейчас он представляет из себя мусорную яму. Скульптуры сломаны, внизу грязь. Но в Кирове есть активисты, которые мечтают восстановить архитектурный объект. Дворник, золото не подбирай, не будь его расхитителем. Пусть отражается лиственный рай в окнах филейских жителей. Ты им позволь наглядеться в сласть на красоту нездешнюю. Да не увидит черная грязь и на асфальте трещины. Местный житель Алексей Журавлев читает стихи своей матери, кировской поэтессы Ольги Журавлевой. Она не только посвятила целый цикл стихов Филейке, но и вселила в своих детей любовь к родному городу. Поэтому не первый год Алексей думает, как можно реконструировать этот фонтан. Многим может быть и наплевать на этот фонтан. Здесь в принципе многие и не знают даже, что он здесь находится на самом деле. Хотя он не стоит на виду у всех. Набрасывал небольшие эскизы, как это все можно восстановить. В принципе это реально все сделать. Единственное, что нужна материал и рабочая. А так я бы сделал практически это за бесценок. Но денег пока нет. Алексей вспоминает. Раньше за фонтаном следили сотрудники завода, которому он и принадлежал. Но как только объект стал муниципальным, его забросили. А вот в сквере на Карла Маркса фонтан бьет ключом. За ним всегда следили рабочие местного завода. Как и за территорией сквера, на которой он стоит. Если его поддерживать постоянно, ежегодно, то расходы небольшие. Результат намного дороже денег, которые затратишь на этот фонтан. Для тех, кто работает давно и тех, кто работает недавно, фонтан это типа талисмана. Идешь на работу, поднимается настроение. Но не все фонтаны в Кирове не работают из-за отсутствия денег на их содержание. Например, фонтан Гейзер в пруду возле цирка попросили не запускать сами кировчане. Они жаловались, вода здесь настолько грязная, что брызги от фонтана пачкают их одежду. Елизавета Халикова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.